МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный агрегат. На доминой печи номер 3 установлено бесконусное засыпное устройство фирмы Даниэль Горус. Экскурсия в молодость. Ветераны Запорожстали побывали в цехах родного предприятия. Мы – это город 2017. В рамках социального конкурса комбината «Запорожсталь» определен победитель онлайн-голосования. Практически достроили на комбинате «Запорожсталь» вышли на финальную прямую реализацию одного из крупнейших в Украине инвестиционных проектов реконструкции доминой печи номер 3. Стоимость более полутора миллиардов гривен. Рекордные сроки. Технология крупноузловой сборки позволила в три раза ускорить работы. Меньше месяца до завершения проекта и печь уже практически готова. Сейчас идет установка и наладка оборудования, подключение и испытание автоматики. После завершения реконструкции третья доминая печь станет самой современной и экологичной в Украине. Оборудование поставляют компании с мировым именем. Мы только что закончили монтаж бесконусного засыпного устройства нашей новой доминой печи номер 3. Это один из самых сложных и технологичных узлов доминой печи. Само устройство достаточно уникальное. Это самое современное производство голландской компании Даниэли Кору со стоимостью более 160 миллионов гривен. Оно безусловно оборудовано самыми современными системами управления, автоматики, пылеподавления, экологической защиты. Энергоэффективность и экономия всех энергоресурсов. Работу в этом направлении ведут все жители Украины. Энергосберегающие лампы в квартирах, датчики освещенности в домах у СМД, утепление стены, установка регуляторов тепла. Все это позволяет экономить на счетах за тепло и электричество. Точно такую же работу проводят и крупные предприятия. Отличия только в объемах потребляемых энергоресурсов, разнообразии технологий и, как следствие, потенциальном эффекте. Для примера, в 2016 году комбинат «Запорашталь» без потери объемов производства и качества продукции на 20% сократил потребление природного газа. Самое главное изменение то, что эти мероприятия по энергосбережению и снижению потребления энергоресурсов начинают входить просто в привычку. То есть они за счет постоянного повторения и постоянного использования, они становятся уже обычным делом. Но это самое главное, это самое главное назначение внедрения любых стандартов. Те цифры, которые показаны, они просто вызывают хороший, здоровый оптимизм. Поэтому я желаю, чтобы дальше это продолжалось, выполнялось и у людей не переставал и не иссякал энтузиазм. Планомерное и продуманное внедрение энергосберегающих технологий приоритет для предприятия. Один из способов добиться эффективности – работа по международным энергетическим стандартам, в частности, СО-500001. На днях на комбинат приехали представители компании «Тюг-Зют-Украина». Их задача – провести тщательный энергоаудит в прокатных и энергетических подразделениях «Запорожстали». Внимание аудиторов в первую очередь направлено на системную и четко продуманную работу по снижению энергозатрат. «Сегодня весь мир переходит на новые версии ИСО-9001 и ИСО-5001. И как раз благодаря компоненту МС мы можем правильно расставить точки и вектора направления, которые нам со временем должны принести экономическую составляющую. Наши сотрудники сегодня получили сертификаты соответствия. Это говорит о том, что эти люди завтра уже пойдут в цеха и будут вовлекать в вопросы энергоменеджмента все больше и больше количества людей». Поддерживая стандарты энергоменеджмента на «Запорожстале», будут помогать и внутренние аудиторы. Это сами работники структурных подразделений комбината. Их обучение прошло на прошлой неделе. Более 40 человек подтвердили свою квалификацию. Некоторые получили соответствующие сертификаты впервые. «Лучшие в труде» на комбинате «Запорожсталь» подвели очередные итоги конкурса «Трудовое соперничество». В первом квартале в проекте приняли участие 24 цеха, 154 производственных участка. Работа участков и линейных руководителей оценивалась по пяти критериям. Это выполнение ключевых показателей эффективности, внедрение системы 5С, эффективное информирование, соблюдение охраны труда и производственной безопасности, а также соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Работа цехов оценивалась по семи критериям. Здесь дополнительно учитывали уровень развития системы непрерывного совершенствования, функционирование системы подачи предложений и работу команд непрерывного совершенствования. В результате в трех группах цехов были определены победители. Среди участков лучшими стали комплекс ПУД доменного цеха, склад слитков и разливочных припасов цеха подготовки составов и тарная мастерская управления подготовки производства. За первый квартал 2017 года достигли высоких показателей по КП, по системе 5С, по системе непрерывного совершенствования, то есть участие в системе подачи предложений. Ну и порядок, дисциплина, благодаря слаженной работе всего коллектива участка, высоких показателей, достигли победы. Среди цехов лучшими стали обжимной цех, кислородно-компрессорный цех и второй цех по ремонту металлургического оборудования. Секрет успеха прост. В первую очередь, благодаря тому, что коллектив все-таки слышит, какие задачи перед цехом ставят, понимает. Это в первую очередь и ТРовский состав, ну и, конечно, подчиненные им рабочие, которые вникают, разбираются, предлагают. И мы стараемся все идеи рассмотреть, те, которые идеи действительно стоящие, принимаем во внимание, ну и выполняем. В санатории-профилактории комбината «Запорожсталь» на Хортице в эти дни здесь отдыхают и лечатся более ста ветеранов предприятия, в том числе и участники боевых действий. 9 мая, в День Победы, сюда пообщаться с ветеранами, поздравить их с праздником, приехал генеральный директор «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Благодаря их труду сегодня «Запорожсталь» – одно из немногих динамично развивающихся предприятий страны, и ветераны обратились к генеральному с просьбой показать им цеха, где они прошли свой трудовой путь. Организуем. Владимир Владимирович, пожалуйста, еще раз ветеранов. ЦКП-1. И вот уже спустя всего два дня ветераны приезжают на родное предприятие. Здесь все знакомое, в то же время по-другому. Сначала центральная диспетчерская комбината. Когда-то здесь работали первые руководители «Запорожстали», а теперь все предприятие видно как на ладони. Виртуальная экскурсия по доменным печам и прокатным станам. Весь технологический процесс на видеостене. Виктор Иванович Захарченко когда-то работал главным диспетчером «Запорожстали». И я вот это вот смотрю, это все равно, что мы пришли в новый мир. В новый мир. И я знаю, что диспетчер, вот это, она не могла оторваться от журнала, потому что отчитывается «Таглоцек», «Домино», «Мартен» и так дальше. И по часовкам. Каждый час надо отчитаться. И я по это смотрю, удивляюсь, насколько далеко пошла и техника, и образование, и люди, и подход к делу. А это уже «Мартен» – огненное сердце «Запорожстали», где в огненных печах бурлит и плавится металл. Здесь берет начало запорожсталевская сталь, и здесь прошла вся трудовая биография Мефодия Рунюка. 40 лет Мефодий Федорович не был в цеху, но и сейчас может сам провести по нему экскурсию. Ну, ты же на разливке работаешь? Ну, на разливке, может. Ну, ты поднимаешь металл 250 тонн, а подъемность – это только, спросишь, 360 тонн. 360? Да, да, поднимаешь. Главный подъем. Это больше, чем в доме, там, на разливке? Да, да. Ну, конечно, 250 тонн металл. То есть 75 большой, маленький 15 тонн маленький клюв. А то чаши меняют. Меняются. Ну, пройти будет хоть на площадку. А тут долго стоять будет, хоть туда пройти. Пробежать нет, посмотреть, понимаете. 77 года я был в цеху. А после Мартена самый современный и экологичный цех Запорожстали. Новая травильная линия первого цеха холодной прокатки заработала в 2014 году. Это уже металлургия будущего, максимально автоматизированная, выдающая качественный продукт с минимальными затратами. Зинаида Дрозденко прокачится, работала и в ЦГПТЛ, и в ЦХП-1. На линии НТА-4 впервые и не может сдержать эмоции. Вы знаете, я ничего не так удивилась, что это все настолько красиво. Я теперь не узнаю, на каком я месте так пошел. Вот я вам говорю, честно, представьте, я получила море удовольствия. Большое вам спасибо. Ветераны говорят, с удовольствием приедут на Запорожсталь еще раз. Тем более, что такие экскурсии проходят регулярно. На пути к финалу конкурс социальных проектов «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь», дошел до экватора. В этом году поступило рекордное количество заявок – 279. Техническую экспертизу прошли 233. Экспертный совет уже определил полуфиналистов. Наш проект называется «Колерови видра». Мы пытаемся научить детей в школах и в детских садах сортировать мусор и объяснять детям, насколько это важно. Мы первый раз участвуем, да. И надеюсь, наш проект заинтересует комиссию. А вот Наталья Бабенко участие в конкурсе социальных инициатив принимает уже третий раз. Ее проект – фестиваль домашней консервации – проводился два года подряд. Первый год – это у нас был наш экспромт, шутка. И шутки получился фестиваль, который живет и сейчас. И второй год нас поддержали, он был уже такой более масштабный. Вот сейчас хотим попробовать получить поддержку и провести его в третий раз. Среди главных критериев оценки конкурсантов – социальная направленность проекта. Идеи разные. Есть идеи очень интересные, идеи направленные на улучшение. Вопрос только, какое количество людей затрагивает каждая идея. В принципе, все идеи нацелены на результат. За пятилетнюю историю конкурса финансирования получили порядка ста социальных инициатив на общую сумму в 6 миллионов гривен. В этом году грант на реализацию одного проекта составит до 100 тысяч гривен. Идеи разные – инфраструктура, образование, культура, спорт, патриотическое воспитание. Проект должен быть актуальным и эффективным. Мы сегодня знакомимся лично с конкурсантами, потому что пока мы смотрели проекты на бумаге, это бумага, да, это неодушевленный проект. Сегодня мы видим лица руководителей проекта, которые переживают за них, волнуются, пытаются донести нам всю идею, всю сложность и всю логику своего проекта. Это очень важно. Без этого общения, наверное, невозможно объективно оценить тот или иной проект. Кроме того, на официальном сайте конкурса социальных инициатив «Мы это город» запорожцы выбирали народный проект. Участие в онлайн-голосовании приняли 14 тысяч человек. Победил проект «Движение – это жизнь» Хортинской национальной академии. Он предусматривает установку игрового комплекса, адаптированного для детей с особыми потребностями. В скором будущем также состоится презентация этого проекта. Это просто уникальная возможность сделать свой проект, осуществить, сделать его жизненным, необходимым для города. И я понимаю, что опять-таки аналогов к проекту «Мы это город» в Украине нет. Защита проектов полуфиналистов продлится до 12 мая. Затем экспертный совет определит победителей. Их имена назовут 20 мая. Призовый фонд у нас осуществляет 3 миллиона гривен, а финал пройдет столько проектов, сколько сможем распределить между участниками. Это минимум 30, если по 100 тысяч каждому. Но большинство проектов не выбирают эту сумму. То есть есть и по 30, и по 40, и по 50 тысяч проектов. Поэтому их может быть гораздо больше. Праздник, приуроченный Дню матери и Дню семьи, стал уже традиционным для работников комбината «Запорожсталь». В этом году мероприятие под названием «Семья – вот истинное счастье» отметили в ДК «Металлургов». В первую очередь мы собираем здесь представителей многодетных семей, а их у нас 89. Есть у нас такие семьи, которым мы оказываем особое внимание. Это семьи, в которых воспитывается, как я уже говорила, много деток. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Это семьи, мамы, одинокие мамы воспитывают деток. На праздник пришла и семья Масейка. Светлана рассказывает, мероприятие посещают ежегодно. Особенно День семьи любит ее дочь Аня. Девочка нашла новых друзей, попробовала себя в рукоделии. Мы уже не первый раз приходим на этот праздник. Нам очень нравится. Здесь перед началом праздника всегда проходят всякие интересные конкурсы. Тут всегда дружеская, хорошая атмосфера. Тут всегда весело. Нам очень нравится. Большое спасибо комбинату «Запорожстаг» за то, что он заботится о семьях, о подрастающем нашем поколении. В рамках мероприятия каждый желающий мог принять участие в различных мастер-классах. Также для всех присутствующих выступали детские творческие коллективы. Удивляли вокалом, хореографическим и цирковым искусством. Самыми маленькими посетителями праздника работали аниматоры. Гости праздника принимали участие в разных интересных конкурсах. Одним из заданий была проверка на знания мультфильмов. Ежегодно семьям сотрудников комбинат «Запорожстаг» выделяет материальную помощь в размере 100 гривен одного ребенка. Кроме того, у ребят есть возможность выздоравливаться на море. Если это многодетная семья, у нас есть такие семьи, как и 6, и 7 детей, это вроде бы как 700 гривен, это тоже какая-то поддержка. Помимо этого у нас дети оздоравливаются в детских оздоровительных центрах «Спутник». Есть возможность детям побывать на море. В «Запорожской женской сборной» по гиревому спорту пополнение. Теперь честь нашего края весовой категории до 60 килограммов будет защищать такмачанка Юлия Залозная. 23-летняя спортсменка, которая к тому же работает фармацевтом, будет выступать под флагом «Запорожкокса». Предприятие подписала с девушкой официальное соглашение, и уже на следующих стартах она будет представлять комбинат. На официальном мероприятии Юлия получила флаг предприятия от генерального директора Виталия Литовки. В знак благодарности за поддержку спортсменка передала коллективу предприятия бронзовую медаль, которую она завоевала на своих первых зарубежных стартах Венгрии. Сейчас гиревая триада в составе «Любови» Виктории Черепах и Юлии Залозной продолжает готовиться к чемпионату мира в Греции. Оттуда Юлия пообещала привести награду высшей пробы, ведь выступать в составе прославленной запорожской сборной для нее настоящая честь. Очень почетно это все. Это замечательные гиревички, хорошие женщины прежде всего. У нас отличная команда, я рада, что я с ними выступаю. Я к этому долго шла и мне это нравится. Гиря весит 16 килограмм. Это тяжело, но это труд, это упорство, это занятие. Без этого никуда не деться. Очень приятно, когда вот эти хрупкие девушки выходят на пьедестал и занимают все первые места. Поэтому спорт мы не бросаем и уже по сложившейся традиции вместе с нашими коллегами мы продолжаем поддерживать наших замечательных гиревичей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова